Как перестать зависеть от мнения остальных, мнения других людей, которые вам нахрен не нужны, они вас не кормят, не трахают и ничего с вами не делают, и детей вы с ними, как говорится, крестить не будете. Вы почему-то трясетесь и переживаете. Вы знаете, я посмотрела ролик душещипательный, сердцеразрывательный. Значит, семья блогеров, я ВКонтакте это видела, семья блогеров пришли в квартиру многодетной семьи, не знаю, насколько она многодетная, там был один ребенок и второй ребенок маленький, они оба больные, значит, мать открыла дверь этим блогерам, они зашли, у них сумки, там памперсов дофига, сумки из детского мира, очень много одежды, очень много смесей, очень много игрушек, там они малой принесли. Она говорит, вот твоя мама сказала, что ты мечтаешь о наборе врача, что-то там такое, и она и хоп, там, из-за спины достает огромный чемодан с вот этими вот всякими детскими штучками, там, в общем, медицинский вот этот вот наборчик, она там счастливая, господи, естественно, это все пробивает на эмоции, вот, и смотришь, и правда думаешь, в первую очередь, блин, какие молодцы, вот блогеры, они подписали этот ролик, мол, вы помогли нам, а мы, круг добра, мы помогаем другим вот людям, молодцы, круто, классно, я написала комментарий о том, что, господи, дай бог вам здоровья, ну, вы реально крутые, побольше бы таких людей, которые делают добрые дела и имеют возможность делать такие добрые дела, вот, и, значит, куча, естественно, положительных, хороших комментариев, и даже среди них, даже среди них нашлось говно, блядь, нашлось вот это дерьмище вонючее, которое выпердило вот это вот свое мнение, никому нафиг не нужное, и знаете, что они заметили в этом ролике, что ж было не так им, хейкерам? Нашлись люди, которые заметили, что, когда пришла эта парочка с подарками, они не сняли верхнюю одежду, и, значит, там комментатор написал, вот не мешало бы к детям, вот входя в комнату, снять верхнюю одежду, а там, чтобы вы понимали, квартира, ну, как бы квадратов 30 с чем-то, и там от слова, ну, там не то, что гардеробная, гардеробной нет, там, наверное, даже негде и вот эту вот в коридорчике поставить вешалку, там сразу заходишь, комната, сразу заходишь, вот тебе кроватка, вот тебе дитё убегает второе маленькое, вот тебе кухня, и я про что? Я про то, что даже среди вот такого найдется обязательно какое-нибудь дерьмо, людям никогда ни в чем не угодишь. Ребят, это про что? Про то, что никому, блин, не угодишь, и никому угождать не надо. В первую очередь, запомните, люди, которые зависят от чужого мнения, эти люди не имеют своего собственного мнения. У вас жизнь, понимаете, огорожена, вот моя жизнь огорожена, я имею своё мнение. Ко мне никто не имеет права, никто не может зайти ко мне домой и моё мнение поменять, что-то мне добавить, что-то мне рассказать. Вот абсолютно никто, потому что я этого не позволяю. А у этих людей, которые не имеют собственного мнения, не имеют, нет, прошу прощения, которые зависят от собственного мнения, которые каждый раз думают, переживают, что эта скажет, что та подумает, у них будто бы дырка в заборе, через которую каждый, вот любой, каждый абсолютно проходимец может зайти и внести в свою вонючую лепту, на которую вы будете вот так страшно реагировать, непонятно. О, Господи, он там вот это сказал, вот так сказал, блядь, а если меня осудят? А если он после этого мнения перестанет со мной общаться, а если он обидится? Перестаньте, в принципе, вообще не имейте такой привычки за людей додумывать и проживать их эмоции. Это их эмоции, это их мнение, это их переживания. Вы даже не знаете, как человек может отреагировать, а вы уже думаете за него, как бы, как он отреагирует, что он подумает. Вся вот эта чушь, которая может беспардонно прийти и с ноги открыть дверь в ваше сердце, в ваши эмоции, что-то там рассказать вам, что-то там посметь подумать. Вот. А вы это принимаете на свой счет только от неуверенности в себе, от нелюбви в себе и не имения собственного мнения. Вот эти говна будут всегда. И люди недовольные чем-то, и кем-то они тоже будут всегда. Вы просто это, ну, это не искоренить, это не убрать, это вот такая закономерность. Это нужно принять. Редактор субтитров А.Семкин